Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом ролике мы с вами настроим, а также оптимизируем видеокарту от NVIDIA с помощью расширенных настроек благодаря инструментарию в NVIDIA инспекторе. По дефолту много чего не доступно, но мы сделаем кое-что интересное. Перед тем как начнём, скажу, что это больше как руководство и ознакомление с базовыми настройками, от которых вы уже сможете отталкиваться в то или иное направление. Нужно больше производительности? Окей, это отключаем, это понижаем. Нужна лучше детализация? Включаем уже вот это. Одним словом, сможете реализовать то, что не позволяет сделать обычная панель управления NVIDIA. Рекомендую каждому ознакомиться, даже если эта тема для вас далёкая. Я постарался разжевать всё максимально подробно. Будут вопросы? Пишите в комментариях. Я отвечу, либо другие ребята, которые шарят. Короче, готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моём бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жёсткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Первое, что мы делаем, открываем наш браузер и пишем в поиске NVIDIA инспектор. Ищем вкладочку git hub. Также все ссылочки я оставлю в описании. Качаем последнюю версию NVIDIA инспектора. Просто нажимаем на LKM. Делаем распаковку NVIDIA инспектора. И далее мы можем открыть пост с кастомным DLSS. Нас же интересует это Custom Settings Name. Делаем загрузку, открываем и Custom Settings переносим в папку с NVIDIA инспектором. При желании можете почитать, что за что отвечает. Теперь наконец открываем NVIDIA инспектор. Нажимаем да. Первым делом сделаем бэкап. Нажимаем на Export User Profiles. Выбираем Export Profile Only. Допустим рабочий стол и пишем бэкап или чё угодно. Сохранить. Если мы что-то не то накладывали, либо появились ошибочки. Нажимаем на Import Profile и выбираем наш профиль. Далее открыть. Окей. Если вы вдруг забыли сделать бэкап, можете просто нажать на Restore Profile NVIDIA Defaults. То есть все наши настроечки сбросятся до дефолтных значений. А теперь начинается самое интересное. Профиль по дефолту выбран на Global Driver Profile. Это значит, что любые изменения будут касаться всех наших игр и всей нашей системы. Если мы не хотим этого делать, а допустим сделать настроечку для определенной игры, в профиле пишем, как пример, Dota 2, либо Counter-Strike 2, Battlefield и так далее. То есть ищите ту игру, которая вам необходима. Я же буду делать на глобальных параметрах. Начнем по порядку. Sync and Refresh. Если мы не используем G-Sync, можем его отключить. Находим G-Sync Application Mode. Выбираем Off. Application Request State. Force Off. Application State. Тоже Force Off. Global. Off. И Global Mode. Тоже выбираем Off. Если же наоборот, мы пользуемся G-Sync, делаем следующее. Application Mode. Fullscreen and Window. Далее State. Allow. Все остальное можете уже настроить под себя. Допустим, выбрать Pre-Render. Отключить вертикальную синхронизацию по желанию. И так далее. Теперь нас интересует Anti-Aliasing. FX Enable Off. И FX Enable by NVIDIA. Выбираем Dis-All. Следующая вкладка. Текстур, фильтры. Оптимизация включить. Sample оптимизация тоже включить. Фильтринг Mode. Выбираем User Defined Off. Сеттинг отключаем. А фильтры уже включаем. Здесь оставляем по дефолту. Чуть позже покажу, как можно улучшить картинку, либо слегка ухудшить. И текстур, quality я обычно ставлю на High Performance. Если мы хотим улучшить картинку в самой игре, допустим, играем какую-нибудь старенькую игрушку, либо у нас супер мощная видеокарта, и текстуры кажутся мыльными, мы можем улучшить детализацию в играх. Как это сделать? Поднимаемся слегка вверх и находим Anti-Aliasing. Здесь мы ищем Super Sampling. И выбираем Replay Mode All. Далее возвращаемся на текстур, фильтры. И здесь уже находим LotBias для DirectX, либо LotBias для OGL. Всего зависит, каким приложением вы пользуетесь. Точнее, через что запускается игра. Если DirectX, тогда используем DX. Чем ниже мы ставим значение, то есть в минус, тем лучше картинка. То есть минус 3.000 и так далее. Если мы поставим плюс 3.0, тогда картинка будет у нас более картофельная. Это работает не всегда и не во всех играх. Ну, в большинстве. Ставим, как пример, минус 3.0 для повышения качества детализации. И драйвер LotBias отключаем. В таком случае у нас будет немножко лучше картинка. Будьте внимательны, это влияет на производительность. Но самое главное, убедитесь, что вы это делаете не на глобальных параметрах, а именно для определенной игры. Иначе все ваши игры будут либо картофельные, либо с улучшенной детализацией. Следующая вкладка. По дефолту всегда отключаем. То же самое касается и сеттингс. Тоже отключаем. Теперь, если вы установили кастомный DLSS, у нас появятся еще 3 дополнительные настройки. Force All Quality, Force DLSS и Force Scaling Ratio. DLSS будет работать только в тех играх, где есть поддержка DLSS 3 и выше. Если в игре поддержка только второй версии DLSS, с помощью модов можно заменить DLSS на более свежую версию. Я думаю, посыл вы поняли. И не забывайте, если мы делаем настройку на глобальных параметрах, это коснется всех игр. То, что мы выберем здесь, в плане DLSS, допустим, качество, оно везде будет работать как качество. Если захотим изменить на баланс, снова открываем инспектор, глобальные параметры и меняем все значения. Либо здесь в профиле, выбираем игру и делаем чисто все под нее. Более подробнее можете ознакомиться в том посте гитхаба, где загрузили Custom Settings Name. Первый параметр из нашего списка DLSS. Force All Quality Levels to DLA. Принудительно включая DLA для всех пресетов DLSS. Неважно, качество это будет либо баланс. Не даст никакой производительности, но, собственно, улучшит картинку. Force DLSS, Пресет Letter. Здесь у нас делятся пресеты на A, B, C и так далее. Как советуют западные ребята, выбираем пресет F. Но для каждой системы и для каждой игры, все-таки стоит подбирать свои значения. Пока можем оставить на F. После этого поиграете, посмотрите, поменяйте на D, тоже зайдете, посмотрите и так далее. Это, я думаю, несложно сделать. Force At Scaling Ratio. Тут, в принципе, все и так понятно. Насколько сильно будет рендериться картинка от нашего нативного разрешения. Допустим, рендер на 0.5x это пресет баланса. Тоже подбираем все под себя, но для начала можем поставить на 0.80. Будет побольше фпсов и более-менее нормальная картинка. Если нужно будет еще лучше картинку, но пожертвовать фпсом, то можем поставить на 0.9. Следующие настроечки касаются ребара. В предыдущих роликах я уже рассказывал, как его включить, как проверить, работает он на вашей системе или нет и так далее. Если сказать кратко, нажимаем PPM на рабочем столе, показать доп. параметры, панель управления Nvidia, нажимаем на справка, информация о системе, и здесь мы ищем Resizable Bar. Если у нас стоит Да, значит он в данный момент у нас включен. Если стоит как Нет, нужно будет перейти в BIOS и его включить уже отдельно. Здесь мы делаем следующее. Rebar ставим как Enable. Rebar опции. Выбираем значение, где у нас написано Returner, RDR и так далее. То есть 0.1. И Rebar Size Limit выбираем там, где у нас есть цифра 4. В играх, где используется вулкан, может быть потеря производительности. Для DirectX наоборот, до примерно 15% повышения производительности. Поэтому, если вы играете с вулканом, Rebar отключаем для определенной игры. Если с DirectX, тогда включаем. Далее, Shader Cache. Если у вас есть свободное место на жестком диске, либо SSD, можете поставить 10GB, 100GB, либо, как многие советуют, на Unlimited. Shader Cache, Enable, включить. И оптимизация, ставим на авто. Теперь опускаемся мы на 8-й пункт. Точнее, практически 8-й пункт. Это Other. Здесь нам нужно найти Memory Application Policy. Иногда для некоторых игр можем выбрать Moderate Pre-Allocation. Тут тоже нужно тестировать только вручную и в некоторых играх. В основных ситуациях оставляем по дефолту. Это чисто уже для экспериментаторов. Кому интересно, проверить что-то новенькое. Далее, Variable Refresh Rate. Если мы не используем G-Sync, тогда отключаем. Если среди вас есть те, кто пользуется VR, ищем вкладочку Virtual Reality Pre-Render Frames. И выбираем 0x0001. Это ограничит общую пропускную способность в обмен на более лучшую задержку. Либо же ж можем найти Nvidia Quality Upscaling и включить сам Upscaling. Он будет работать слегка лучше при более низком разрешении. Ну и наконец, Nvidia Ansel Usage. Если вы не используете Experience, я имею ввиду запись экрана, повторы и так далее, можем спокойненько его отключить. После этого поднимаемся вверх на вкладку Common и Ansel тоже отключаем. Я же делаю записи, поэтому оставляю все это включенным. Напоследок, пару быстрых настроек, которые, возможно, кому-то пригодятся. В профиле выбираем игру. Допустим, Dota 2. Находим Frame Rate V3. И буквально в два клика делаем ограничение FPS. В других играх, допустим, CS 2, GTA 5 и так далее, будет максимальный FPS. Там же вы можете включить G-Sync для отдельных игр. Если в глобальном профиле мы его отключали. Но где-то в других играх хотим, чтобы он работал. И, конечно же, Resizable Bar. Если игра использует Vulkan, как и говорил ранее, в профиле выбираем игру и уже Rebar либо включаем, либо отключаем. Получается как-то так. После этого нажимаем просто Apply Changes. И на всякий случай можете сохранить данный профиль, как, допустим, Custom Settings. Чтоб в будущем, если вдруг удалили Nvidia Inspector, либо сделали переустановку винды, в два клика буквально применить наши настроечки. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Как говорится, до скорых встреч.